Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наше вещание с вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня мы поговорим об очень важной для нашего общества теме, но прежде чем мы к ней перейдем, я предлагаю узнать, какая погода нас ждет в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 2, плюс 7, в горах местами минус 3, плюс 2, а днем 13-18 градусов тепла. И в горах местами до плюс 12. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 5-7, а днем 15-17 градусов тепла. В последние годы все больше внимания в нашей стране уделяется теме донорства костного мозга. Что это за процедура, кто может стать донором и как складывается сегодня ситуация в Карачаево-Черкесии? Об этом и не только. Мы поговорим с гостями нашей студии. Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако стать донором для заболевшего может не каждый человек. По статистике подходит один из десяти тысяч. 1 сентября в России был создан единый регистр доноров костного мозга, благодаря чему в стране будет выстроена государственная система для лечения болезней крови. На сегодняшний день в общероссийском регистре людей недостаточно. Всего около 200 тысяч человек. Сегодня у нас в гостях присутствует заведующий отделением гематологии Республиканского онкологического диспансера Рада Ханапиевна Эбзеева. Здравствуйте, Рада Ханапиевна. Мы рады, что вы сегодня нашли время, чтобы посетить нашу студию. Сегодня у нас достаточно серьезная такая тема, социально значимая, это донорство костного мозга. Хотелось бы начать с того, чтобы рассказать нашим телезрителям, кому сегодня, собственно, показана данная процедура, кто эти люди, пациенты, которые могут нуждаться в пересадке костного мозга. Ну, список этот, он довольно-таки большой, он утвержден мездравом. Ну, на первом месте это, конечно, злокачественные новообразования кровотворной лимфоидной ткани. Это лейкозы, это лимфомы, это множественная миелома, пластическая анемия. То есть разные виды раков? Разные виды рака, и иммунодефицита в том числе, также опухоли. Но чаще всего это лимфоидная, рак лимфоидной и кровотворной ткани. Насколько вообще часто встречаются такие заболевания, в принципе, в нашей стране, может быть, сказать? Ну, вот псяонкология, она на втором месте находится по встречаемости после сердечно-сосудистой патологии. Ну, вот с развитием медицины, с развитием диагностики эти пациенты встречаются все чаще и чаще. Возраст этих пациентов молодой. Ну, вот и сейчас уже мы видим, что это даже не зависит ни от образа жизни, как принято считать. То есть это может быть молодой, абсолютно здоровый человек, у которого вот внезапно, если это особенно агрессивный какой-то рак, буквально за неделю может развиться вот такая злокачественная патология. В нашем обществе достаточно широко освещена тема донорства крови. А вот что касательно донорства костного мозга, информация не так часто встречается. И очень, опять-таки, часто люди подвержены мифам, скажем так, об этом понятии. Вот хотелось бы у вас, как у медика, узнать сегодня основные мифы про пересадку костного мозга и все-таки правду. Как это на данный момент происходит? Настолько ли это страшно, как многие себе представляют? И, собственно, кто сегодня может стать донором? Ну, начнем, наверное, с мифов. Ну, название, да, немножко сразу пугает. Костный мозг. Сразу скажу, никакого отношения к мозгу, ни к головному, ни к спинному, он не имеет. Костный мозг – это кроветворный орган, который находится у взрослого человека в костях. Это таз, ребра, грудина. Его функция – это функция кроветворения. То есть все клетки крови, они созревают в костном мозге. Если по каким-то причинам вот это созревание нарушается, или же эти клетки перестают нормально функционировать, то могут развиваться вот такие злокачественные новообразования. Но это не как костный мозг, никакого отношения не имеет. То есть как в кино прокалывают тебе позвоночник, такого нет, да? Нет, позвоночник и головной мозг – это центральная нервная система. К кроветворной системе она отношения, ну, прямого отношения, скажем так, она не имеет. Вот если все-таки показана пересадка, да, и человек может стать донором, как происходит вот этот момент пересадки? Могли бы вот это светить? Да, конечно. Ну, есть два способа. Первый способ – это непосредственно милая эксфузия, когда с тазовой кости специальным шприцом набирается кровь, откуда извлекаются вот эти стволовые кроветворные клетки. Но этот способ сейчас не так распространен. Сейчас используют в основном, а на Западе только используют, аферест стволовых клеток. То есть из вены, опять-таки, не из позвоночника, ниоткуда, из вены, через специальный аппарат пропускают вашу кровь, и оттуда извлекаются вот эти кроветворные стволовые клетки, которые потом пересаживаются, если они подходят к пациенту. То есть, по сути, это как переливание крови, да? Переливание крови, абсолютно. Причем твоя же кровь, да, я так понимаю? Да, да. После извлечения вот стволовых клеток, кроветворных клеток, все остальное, кровь, возвращается обратно к донору. Если кто-то сдавал тромбомассу, делал переливание тромбомассу, они прекрасно знают эту процедуру. По времени это занимает где-то 4 часа. Все, вы встаете и уходите. То есть никаких, ну, как и сдача донорской крови, может, какая-то слабость будет небольшая в этот день. Ну, вот такие, может, какие-то общие ощущения дискомфорта. Ну, то есть это не какое-то такое инвазивное вмешательство в организм человека? Никакой орган у вас не будет ни удаляться, ничего подобного. Ну, это, наверное, самый большой страх большинства людей, которые, собственно, слышат об этом. Хотелось бы узнать вот про донорство поподробнее, а в частности про человека, который может сегодня стать донором. Есть же наверняка какие-то требования, показания, то есть кто может быть донором костного мозга? Вообще абсолютно все могут стать донорами костного мозга. Ну, как правило, конечно, это желательно молодого возраста. Люди, которые не имеют серьезной сопутствующей патологии. Но к серьезной сопутствующей патологии мы чаще всего в данной ситуации относим это серьезные вирусные заболевания, такие как гепатиты, ВИЧ, какую-то серьезную сердечную патологию. Ну, как правило, ну, вот такие ограничения не только вот такие единичные. То есть, по сути, любой человек, да? Да, любой человек. Вы как представитель медицинской сферы, тем более заведующий отделением гематологии, наверняка часто встречаете вот ситуации, когда человеку требуется донорство костного мозга. На ваш взгляд, насколько, в принципе, у нас развита эта система в стране? Нужно ли, чтобы люди, может быть, больше проявляли ответственности в этом вопросе? Может быть, становились донорами? Как вот? Обязательно. Ну, тут вот, вы знаете, цифры говорят сами за себя. Если, допустим, в Европе регистр доноров, он исчисляется миллионами, 9 миллионов человек, почему и находят доноров на Западе чаще и быстрее, то у нас это всего лишь около 130-140 тысяч на всю Россию. Если сопоставить с численностью населения, это, конечно, очень маленькая цифра. В первую очередь, где ищут донора помимо регистра? Вот хотелось бы вот этот момент, да? Вот если, ну, не так случилось, что человек заболел, наверняка как-то среди родственников, да, ищут? Да, конечно, это ближайшие родственники, но чаще всего это родные братья и сестры. А почему? Почему не родители? Ну, родитель, он уже имеет немножко другое ДНК. К тому же будет ДНК еще от бабушки и от дедушки. Тут тема в ДНК, да, получается? Да, да, тут еще больше будет несовмиссия. К сожалению, вот даже брат и сестра не всегда подходят, потому что они также имеют половинку ДНК от мамы, половинку от папы. А вот среди населения мы можем найти вот этого генетического близнеца, потому что нам важен определенный участок ДНК, ДНК, который отвечает за тканевую совместимость. То есть мы не ищем похожие глаза. Нам нужен тот ген, который не будет отвергать чужеродную кровь. И он воспримет ее, мало того, что он ее примет, она начнет полноценно функционировать в его организме. Хотелось бы узнать, как сегодня на базе нашего республиканского диспансера какая работа ведется и какое лечение проводится, и какие возможности сегодня есть для пациентов наших? Ну, с открытием вот нового ДНК-диспансера, конечно, изменились не только материально-техническая база, условия пребывания. Сейчас у нас в арсенале все препараты, которые используются в мировой практике для лечения новообразования лимфоидной кровотворной ткани. Но, к сожалению, даже вот все эти новые препараты, сейчас эти названия знакомы уже не только медикам, но и простым жителям. Это моноклональные антитела, это иммунная терапия. Они не всегда дают стопроцентную гарантию. Есть такие ситуации, когда вот такого стопроцентной ремиссии мы можем добиться только после трансплантации. Вообще вот трансплантация очень большой шаг сделала вперед, когда в эту сферу подключились некоммерческие организации, различные фонды. Наше личное отделение вступило в фонд семьи Тиньковых, и благодаря этому фонду уже прямо на месте, в нашем отделении, на первых этапах лечения, независимо от клинического прогноза, мы типируем и пациентов, и его родных братьев и сестер. Что значит типируем? Типируем, то есть тоже вот этого слова бояться не надо. То есть мы берем кровь и определяем тот ген, который нам необходим для того, чтобы знать, какой донор подходит данному пациенту. Я правильно понимаю, что это делается на всякий случай, как привитивная какая-то? Конечно, да. Для начала мы это делаем на всякий случай. Если нам получается добиться ремиссии, и мы знаем, что этот пациент спокойно перенесет трансплантацию костного мозга, все, у нас уже все готово. У нас есть протипированный пациент, у нас есть протипированный родственник, они генетически друг к другу подходят, и уже следующим этапом после химии мы ставим задачу делать пересадку стволовых клеток. А как устроена вот эта процедура, да, пересадки? Все-таки в Карачао-Черкесии не делают саму пересадку, да? Нет, да, мы это программа федеральная, да, да. Вот про этот процесс немножечко, пару слов расскажите. Точно так же, это все делается внутривенно. Вот мы через вену забрали стволовые кроветворные клетки, и точно так же донору они пересаживаются внутривенно. Но это делается в больших федеральных церквях на данный момент, да? Да, потому что там, знаете, там не сама процедура тяжелая, пересадки стволовых клеток, там очень тяжелый реабилитационный период, потому что прежде чем пересадить чужую клетку, нам надо окончательно убить родной иммунитет пациента, его собственный иммунитет. То есть это химиотерапия? Да, они находятся в специальных боксах, да, это химиотерапия, они абсолютно изолированы, любая инфекция, незначительная инфекция для них может быть смертельной, то есть тут больше сопроводительная терапия и условия, в которых находится данный пациент. Ну это наверняка и психологически тоже достаточно сложно, когда ты месяц лежишь в боксе, в палате, и ни один человек не имеет права к тебе заходить, и ты не можешь выйти с этого, с этой палаты, да, пока этот костный мозг не приживется и не начнет работать. А есть какое-то время после пересадки, когда отслеживается, допустим, я не знаю, состояние? Два года. Два года. Да, каждый, да, в течение двух лет, ну, один раз в два месяца, один раз в месяц мы проверяем кровь, мы смотрим общее состояние, мы делаем, ну, определенные манипуляции, чтобы посмотреть, прижился ли костный мозг, начал ли он нормально работать. То есть, ну, время требуется, да? Да, да, конечно. Исходя из вашей практики, кто чаще всего нуждается в донорстве? По, может быть, полу, возрасту? Есть какие-то, ну, целевые группы, которые чаще всего страдают? Или там неважно, все бывают? Вообще все бывают, ну, просто чаще делать это пересадка молодым, потому что в пожилом возрасте может и костный мозг не прижиться. В молодом возрасте он легко... Это, конечно, это молодые пациенты. А насколько молодые? Вот, то есть, ну, молодость, это понятие растяжимое. Абсолютно, да. Это могут быть дети? Чаще всего это даже дети, и детям показано пересадка, потому что, во-первых, дети и чаще болеют более агрессивными раками, и, естественно, для того, чтобы вот окончательно добиться этого выздоровления, им чаще, им и делают пересадку, потому что он легко приживается, этот костный мозг, и у него еще и свой до конца не сформировался родной иммунитет. То есть проще подстроиться, да? Да, проще подстроиться, да, под организм. Я правильно понимаю, что если, ну, опять-таки, вдруг так получилось, что человек из Карачаево-Черкесии заболел, ему, скорее всего, понадобится донор из нашего же региона, да? Да, да. И пользуясь как бы... Больше шансов найти в своем этносе. Ну, пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться, да, к нашим телезрителям. Дорогие друзья, я думаю, вы все понимаете, что насколько действительно сегодня это актуальная тема, и если есть возможность стать донором, то обязательно нужно попробовать, ну, испытать свои силы, да, скажем так. О том, как это сделать, мы поговорим немного позже. Ну, в завершении нашей беседы, Рада Хатампийна, хотелось бы узнать за вашу практику, 15-летнюю, да, если я не ошибаюсь, работу гематологом. Может быть, была история, которая вам особенно запомнилась, ну, или что-то из последнего, скажем так, когда человеку понадобилась действительно пересадка, и когда ему это помогло? Ну, могу вот буквально последний пример. Пациент к нам приехал из Ростова, у него был агрессивный рак. Мы не было, честно говоря, мы очень сомневались, что он выдержит высокодозную химиотерапию, но он прошел все этапы, и повезло. У него есть одна единственная сестра, которая ему подошла на 100%. И вот мы протипировали этого пациента, сестру протипировали. Он прошел все стадии лечения, год он лечился у нас в отделении, и вот буквально на днях в Петербурге была успешно проведена трансплантация. То есть он сейчас абсолютно здоров. Ну, будем надеяться, что таких историй у нас будет гораздо больше и чаще, и люди, в принципе, не будут болеть такими страшными болезнями. Хотелось бы поблагодарить вас, Рада Ханапирина, за то, что вы сегодня уделили нам время. Желаем удачи, успехов в вашей работе. А с вами, дорогие телезрители, я не прощаюсь. Мы продолжим нашу беседу, но уже с другим гостем. Так как же сегодня стать донором, и кто им может стать? Об этом мы решили поговорить с исполнительным директором некоммерческой организации Южный регистр доноров костного мозга Романом Поликарповым. Мы вышли с ним на видеосвязь и задали ему интересующие нас вопросы. Здравствуйте, Роман. Я очень рада вас видеть. Спасибо, что вы уделили сегодня нам время, вышли на видеосвязь. Самый главный вопрос, который, в принципе, наверное, интересует наших телезрителей, как сегодня стать донором и, собственно, что такое регистр доноров костного мозга? Всем добрый день, доброе утро. Стать регистр доноров костного мозга – это, собственно, организация, которая занимается формированием базы потенциальных доноров костного мозга, рекрутингом доноров, и которая занимается уже с содействием заготовки трансплантанта от донора для непосредственно врачей. Регистр создается у нас в стране, национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчиков создается в течение пяти лет последних, и сегодня объединяет уже более 70 тысяч потенциальных доноров. В стране существует еще несколько регистров, в сумме в стране на сегодняшний день у нас порядка 200 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Чтобы стать когда-либо донором костного мозга, сначала нужно вступить в регистр доноров и стать потенциальным донором. Вступить в регистр можно в любой клинике-партнере национального регистра доноров костного мозга, медицинские офисы, которых располагаются во всех крупных городах, населенных пунктах, и для этого нужно будет сдать образец крови 5 мл из вены в пробирку, как на обычный анализ, и заполнить специальную донорскую анкету и форму согласия на вступление в регистр. И второй способ вступить в регистр – это заказать набор для взятия маска с внутренней стороны щеки по почте. Заказать такой набор можно на сайте регистра rdkm.ru, регистр доноров костного мозга rdkm.ru. И вот, собственно, Почта России осуществляет бесплатную пересылку этих наборов. Доброволец может получить такой набор у себя в почтовом отделении. Там будут специальные палочки для взятия маска, две штучки. Там будет анкета, согласие на вступление в регистр. Там будет буклет и специальных два конверта для отправки письма обратно и для упаковки непосредственно палочек после того, как человек возьмет в себя мозг с внутренней стороны щеки. Вот клеточки букального эпителия или кровь, сданная в медицинском офисе, пойдут в лабораторию регистра на расшифровку определенного участка ДНК, отвечающего за совместимость наших тканей. Вот этот генетический код будет помещен в информационную систему регистра, и в случае совпадения в этой информационной системе с рецепиентом донору позвонит уже сотрудник регистра, предложит пройти медицинское обследование и в случае отсутствия противопоказаний предложит поделиться своими кроветворными клетками. Имеется ли в Карачаево-Черкесии центры-партнеры, которые могут принять, желающих вступить в регистр, либо же нам, ну как жителям региона, все-таки нужно заказывать по почте набор. Это все офисы, медицинские офисы инвитро, в которые можно прийти в любой день, сказать администратору, что я хочу вступить в регистр. Мы единственное рекомендуем с собой иметь паспорт, чтобы администратор мог личность вашу идентифицировать, и, собственно, потратить буквально 10-15 минут для того, чтобы вступить в регистр, и все. Почему сегодня важно создавать базу доноров именно, допустим, в маленьких регионах, допустим, в Карачаево-Черкесии в том числе? Почему для нас это важно и для любого субъекта Российской Федерации? Вы знаете, регистр – это такая народная очень история, да? Люди вступают, люди сдают клетки, и особенно, конечно, сложно бывает найти донора для представителей определенных этнических групп, этносов, народностей, небольших народностей. Вероятность выше найти донора в регистре будет, чем больше представителей данной национальности вступают в регистр. Поэтому очень важно, чтобы в Карачаево-Черкесии было много добровольцев, которые знают о том, что такое донорство костного мозга, которые вступили в регистр. И это возможность, большая вероятность, что человеку, пациенту с раком крови из республики, кому нужна пересадка костного мозга, найдут подходящего донора. Что ж, Роман, спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время. Мы желаем успехов и удачи в вашей работе, и надеемся, что эта статистика будет только увеличиться, я имею в виду выздоровеющих пациентов, которым помогли наши доноры. Спасибо вам большое. Хотелось бы еще раз обратиться к вам, дорогие телезрители. Как мы поняли из сегодняшней беседы, тема донорства костного мозга очень актуальна для нашего общества. Поэтому не теряйте времени и отправляйте свои данные в единый регистр доноров. Возможно, именно вы спасете чью-то жизнь. Ну а я с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачных выходных.